Это уже третья партия автобусов, поступившая в образовательные учреждения области. Всего же в этом году по федеральной программе Оренбуржия получила 130 миллионов рублей, что позволило расширить автопарк школьной техники на 122 машины. В числе тех, кто получил ключи от новеньких пазиков, и Степановская средняя школа Оренбургского района. В последнее время пригород активно заселяется, так что техника пришлась весьма кстати. У нас была газель школьная, 11-местная, которая подвозила учащихся. Но чтобы привезти учащихся, мы совершали три рейса утром и три рейса после занятий. Я думаю, что школьный автобус, конечно, это комфортный. Сегодня мы и детей не будем забирать за час до учебных занятий, потому что первая группа детей приезжает за час до занятий, и третья группа приезжает прямо к звонку. Отправятся школьные автобусы и в Ташлинский район. Мы подвозим из двух поселков, восходящего и солнечного, 53 ребенка. У нас в районе самый большой пробег совершает автобус. И мы очень рады, что в этом году мы получили новый автобус, и наши дети будут ездить в школу только за четверками и пятерками. Последнее торжественное вручение автобусов в нынешнем году совсем не говорит о том, что программа завершена и можно к вопросу школьного автотранспорта больше не возвращаться. У нас еще какая потребность есть? Ну, кроме того, что один раз их купишь, да, они же стареют, их меняют. То есть потребность будет всегда до тех пор, пока будем возить. Будет парк обновляться, и на каждый год, каждый год эта программа будет работать. Есть еще один серьезный вопрос, требующий решения. Заработная плата у водителей школьных автобусов настолько мала, что найти надежного человека не так и просто. Сейчас мы разговаривали с руководителями из других школ, 4,611 минималка зарплата водителя. Поэтому такая ответственность, которую мы возлагаем на водителей под возом учащихся, и зарплата, конечно, не соответствует. Ольга Курганская, Игорь Бероев, Новости дня.